Добрый день! Меня зовут Максим. Меня зовут Динаида. Сегодня мы продолжим тему про книжки. Сегодня речь пойдет про американские учебники и вообще про некоторые... Аспекты обучения детей в американской школе. Да, очень интересные аспекты. Коронавирус позволил нашим детям сидеть дома, а мне понаблюдать, как вообще происходит весь этот процесс с математикой и со всем прочим. Но в основном руку на пульсе у меня жена держит, поэтому тебе слово давай рассказывай. В основе обучения любое направление, математика, социальное развитие, у них здесь у нас есть два аспекта. Это основной учебник и тетрадка. Вот это у нас учебник. Каждый год учебник меняется. Это целая книжка только на один год. Вот. Вначале у нас здесь есть заглавие этой книжки. Покажи заглавие книжки. Да, это у нас харкаут. Харкаут. Это очень хорошее издание, очень хорошее. Если вы посмотрите этот харкаут, даже в бэушном варианте... Он стоит в бэушном варианте 20 долларов, а в новую 150 долларов. Да, чтобы вы понимали. Вот такая вот книжечка, вот. И здесь ребенок... Как книжка очень интересная, ребенок обожает эти книжки. Тут можно и читать какой-то текст, но в основном здесь примеры. То есть прямо в этой книжке ты... Он берет и здесь, где вот эти примеры. Да, он прям решает. И согласно только карандашом. Карандашом, давай. Ручки мы не используем вообще. У нас ручек нет. То есть это у них считается и учебник. Это такой учебник. Это учебник, да. Это учебник. Но при этом здесь задания пишутся прямо вот здесь. Не в тетрадочке, а именно вот здесь. Но у нас нет тетрадок. У нас вообще, мне понятно, тетрадки такой. Клеточка, как в России. Скажи, а для родителей тут есть рекомендации, как объяснять по методикам? Есть название, есть специальные учебники именно для родителей. Просто у меня их нету. Есть учебник, есть тетрадка, есть пособие для преподавателей и пособие для родителей. У меня его просто нет, не могу сейчас показать. Сейчас нету, да. Да. Скажи, а чем отличается вот тогда от тетрадки вот этой вот? Расскажу. Тетрадка, дело в том, что тетрадка, здесь ребенок после школы делает задание. Как у нас в России делают обувь тетрадки, пишут клеточку. Здесь ребят приходят домой и делают этой тетрадке домашнюю работу. Она черно-белая, не цветная. Это только тесты. Это книжка с тестами. Сколько она стоит такая? Книжка такая стоит примерно 10-15 долларов. Она дешевле стоит. 10-15 долларов, да. Потому что она черно-белая, ребенок повторяет то, что прошел в школе. Да, ну и так же в ней пишут. Здесь ребенок просто, это тетрадка чисто для школы, учебник, он занимается по школе, а в тетрадке он занимается дома. Скажи такой момент, а насколько программа обучения, у нас сейчас упор на математику идет, да, у детей? Да, мы делаем сейчас упор на математику. Грамматика у меня у детей, в принципе, отличие от американцев, мы отстаем на 4% всего лишь из там. Ну да, но не в этом дело. А вот по математике мы их всех обгоняем. Да, мы обгоняем. Мы сейчас, я стараюсь покупать книжки заранее. У моей старшей дочери, она уже сделала всю книжку всего 2 класса. Хотя они так начали изучать свою книжку, которая в школе находится у них. Потому что так нам книжки не выдают. Да, недалее как 2 дня назад жена приставала с ножом в горло, чтобы заказывать... Мы уже купили 3 класс. Купили 3 класс, да. Потому что ребенок сделал весь 3 класс, он сам решил. Муж занимается умножением, хотя в американской школе умножением занимается в конце года. А мой ребенок уже решал, на прошлый день решал умножение по этой книжке. Ну, вот я это все вижу и попытался скачать русскоязычные учебники. Проблема в том, что русские учебники, возможно, более сложные для американцев. Более, может быть, серьезно к математике относятся и более серьезный подход. Но проблема в подаче материала. В американских учебниках, как я посмотрел, я просто... Тут все делать в виде игры. Тут все делать в виде игры. Картинки, сказки. Картинки, сказки. Я с удовольствием занимаюсь. Да, картинки, сказки, примеры. Ребенку интересно вот эти учебники с картинками. Ты даже наглядный пример с кубиками есть. Ты можешь посчитать и все. То есть тут это все сделано как игра. А если взять те учебники, которые... Ну, по крайней мере, до которых я смогу... Покажи, какому лучше сделано. Это совсем маленький учебник. Это Кидергаден, это 5 лет. Это у нас сейчас Женька этим занимается. Он уже все сделал. Он уже все сделал. Ну, понятно, что... Это вообще сказка для детей. Это сказка. То есть американские учебники, они для младших школьников, они развлекательные. Они развлекательные. Поэтому тут возникает вопрос. Да, у нас сейчас дети обучаются с опережением, с серьезным опережением. Это большая проблема, когда им выдали айпады в школе. Мы занимались с сентябрь айпадом. И самое интересное, что когда ребенок сидит, общается с преподавателем айпадом, делает математику, 3 плюс 2. Мой Женя написал ответ. Что делать? Ждать. Она спрашивает, Женя. Я сделаю. Ань, да. Птичка говорит, жди. Вот другие ребята сделают. А ребенку ему скучно. Да, то есть возникает эффект торможения. То есть ребенок сидит и думает, что вообще происходит. То есть сидит и слушает бред. Как дети считают то, что он уже давно умеет делать гораздо больше. Сколько мы не писали учителю о том, что у нас ребенок уже делает... Что у нас ребенок значит заниматься по первому классу. Ребенок уже занимается по первому классу. А Лиза у нас занимается уже по третьему классу. Что нужно, да, будет заниматься. и что нужно как бы или пересмотреть программу или как-то, но пока это все остается без какой-то реакции. Видимо, мне нужно будет дождаться, когда... Нет, мы должны пойти лично в школу поговорить, потому что писать письма Ну, вот я тебе и говорю, надо пойти в школу и пообщаться с ихним принципом и вопрос решить, потому что, ну, это торможение идет. Или мы двигаемся вперед и опережаем всех Мы дома стараемся двигаться вперед Или мы тупим и никуда не двигаемся Детям скучно, поэтому я стараюсь давать им задания более сложные. Покажи вот это, что такое Эти книжки нам дают каждое лето бесплатно. То есть они прошли какую-то тему И нам каждый год летом дают такую книжку на 4-5 недель То есть здесь одна неделя задания другая неделя задания Здесь математика, социальное развитие природоведение То есть различные аспекты здесь есть Ну, тоже такая как бы развлекательная, интересная книжка Детям просто занимается по ней. Эти книжки идут бесплатно Ну, опять же, они делаются очень быстро Стоит Лизе эту книжку получить Да, это все через неделю уже не будет Она садится плотненько И за недельку всю эту книжку полностью проходит Да, у нас книжки математика очень быстро улетают Да Это мы сделали книжку Я купила ее в июне Заказала Она уже сделала Да, поэтому возникает вопрос Те люди, которые серьезно занимаются, к примеру, индустрией выпуска книжек Кто хочет здесь в Америке заработать денег И понимает, как работает дистрибьюция И готово вкладывать в рекламу Тут можно спокойно запустить весьма интересный проект Взять русские учебники, где более детальный, ну, более глубокий подход к математике И сделать его в виде такого веселой игры То есть учебник для маленького Эйнштейна Потому что американские книжки, они как бы, ну Я не знаю, может быть для middle school уже книжки более серьезные Middle school, да, там уже другие Возможно, что для middle school книжки уже более серьезные С меньшим количеством картинок Но для младших школьников у них идет это с отставанием То есть если сравнить то, что умеет школьник в российских школах Он, конечно, будет больше уметь Сам я еще покажу У нас, когда у нас чтение в России мы читаем Мы читаем книжку Мы не имеем права писать в книжке ничего А здесь книжка, тетрадка в одном лице То есть мы ребенок, прочитаю рассказ, допустим, прохожу Почитаю рассказ прохожу Они прочитали, это тетрадка в учебнике в одном лице Здесь задание, сейчас покажу Так, сейчас покажу Видите, ребенок в учебнике рисует картинки Им не запрещает рисовать, писать Здесь нет, не трогай книжку, не пачкай карандашом Нельзя пачкать Здесь в этом плане все очень свободно и спокойно В конце рассказа есть вопросы Ребенок спокойно может нарисовать свою картинку То есть это все два в одном Да То есть обучение для младших школьников Оно построено в виде игры Здесь все игра Да Полностью Все И этим самым поддерживает своего ребенка интерес к обучению Дети бегут в школу с удовольствием Да, дети бегут в школу Мама, когда в школу пойдем? Дети реально идут в школу Если школа нормальная То есть они бегут в школу с удовольствием Потому что им это интересно Вопрос в другом То есть углубленность изучения и углубленность тех знаний, которые даются Да, американские школы, они очень хорошо оснащены по сравнению с российскими Нам выдали айпады То есть, грубо говоря, как только начался этот коронавирус Нам бесплатно школа позвонила Да, со страховкой Выдала на каждого ребенка по айпаду Оплатила интернет Уже, то есть мобильный интернет на этих айпадах Настроила программы для обучения То есть все было сделано по большему уровню Для блага ребенка Да, благо ребенка, чтобы не было прерывания процесса Очень много интересных программ был закачан Вот я помню, они смотрели И нам дали линки вот на этого Ребенок может после школы заниматься Про роботы, вот я не помню, что это за обучающая система Брэйн Поп Брэйн Поп, очень интересный ресурс Я приглядывался за ним То есть, очень интересный ресурс для обучения Какие у них еще там были интересные Брэйн Поп, потом у нас есть Эпик Это чисто такая для чтения программа Да Там был Бук То есть, это все для чтения То есть, ты выбираешь функцию Или ты слушаешь сказку, а потом ты можешь и прочитать Да, так вот Там чисто капают в каждой программе Да, так вот, значит Оснащение американской школы шикарное Офигенное Да Классное Компьютеры, айпады, интернет, библиотека Классы, пособия Все, что угодно Но проблема в том, что все это дается немножко поверхностно На мой взгляд, то есть, я обращал внимание И когда я даже ездил работать фотографом в школах Все дается немножко поверхностно В более таком разжиженном варианте Возможно, что для школьников уже средних классов И старших классов все-таки идет более глубокое изучение Но, на мой взгляд, все-таки В этом отношении обучение в советских школах Советских именно школах Я не знаю, что происходит в русских школах сейчас Потому что я не живу в России И мне сложно сейчас судить, как происходит процесс обучения в русских школах Вполне вероятно, что есть тоже различия Есть хорошие школы, есть пластье школы Есть школы, которые полагаются в крупных городах Как Москва, Санкт-Петербург, там Новосибирская Есть школы, которые находятся в каком-нибудь селе Понятное дело, что все будет зависеть исключительно от педагогов Которые пытаются чему-то учить Ну и, естественно, от технического оснащения Здесь же техническое оснащение зашкаливает Педагоги, в принципе, тоже обладают профессиональным навыком Но здесь принцип тот у школ По крайней мере, у младших, я вот общался с Ромой, мне говорил Это всех подтянуть до среднего уровня Все должны соответствовать среднему уровню Не нужны ни те, кто ниже этого уровня Не нужны те, кто выше уровня Должны все следовать среднему уровню А в Медлску уже не смогут по таланту Медлску Они уже определяют по уровню развития Медлску Ну, возможно А малышей они не выделяют очень сильно Я думаю, что нам по-любому нужно толкать Я просто разговаривала с Дмитрием уже в Америке И многие мамочки говорят, что они нанимали репетиторов И разнимались сами с детьми, чтобы их потянуть повыше Потому что многие дети развиты больше Кто-то с ними занимается Многие семьи американские не занимаются с детьми дома Они все как бы упор делают на школу И многие мамочки рос и говорят, что мы нанимали репетиторов Или занимались сами Потому что дети понимали, что они нужны нам больше давать, чем давали в школе Помнишь разговор с Рунгу по поводу частных школ? Кроме государственных школ, например, мы относимся к ОПС ОМОХА Паблик Скул Есть другие РАНО Скажем так Обзовем для понятия термин РАНО, чтобы было понятно нашим зрителям, кто в России живет Есть другие Органы, которые контролируют и управляют этими школами Все частные школы в основном относятся к той или иной церкви Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился более углубленно какими-то предметами То есть математикой или еще что-то Вы так или иначе вынуждены будете отдавать вот такую частную школу И вот тут возникает неприятный момент Да, ледиозный вопрос Потому что если вы отдаете ребенка в еврейскую частную школу У них по пятнице специальный праздник Да, они отмечают шаббат Вот И изучают Тору, к примеру А если у вас нету еврейской школы рядом А вы исповедуете христианство или там, не знаю Вы отдаете в какую-нибудь католическую Очень много католических школ Нажимаешь в католическую школу У них тоже по утрам И начинается вот это мозгопромывание Дают, начинают грузить ребенка всякими телевизионными темами Понятия базовых, христианских и так далее и тому подобное Они библию изучают, как учебник Можно изучать библию, когда ты хочешь это изучать А когда тебе это вдалбливают в голову Это уже не изучение, а брейнвош Это промывка мозга, я считаю Я пытаюсь устроиться у маленького сына, у младшего тоже такой садик Я узнала, у них специально выделяется день, когда они изучают библию Вот такие в школах Ну, один день чистый только для религии у них В этих школах Я считаю, что нужно детей держать подальше от любой религии Когда человек становится взрослым Вот тогда он уже может заниматься там религией Уходить в любую религию, которую он сам посчитает себе приемлемой В любую религию, но когда ребенка начинает промывать мозг каждый день Это, я считаю, даже из благих побуждений не совсем правильно Школа должна давать, в первую очередь, знания, которые, в общем-то говоря, математика Естественно, науки То есть то, для чего ребенка-то и отдают в школу А вопрос уже религиозного образования Это уже личный выбор каждого человека Но тут, к сожалению, выбор особо не получается То есть у вас ребенок ходит или в ту школу, или в другую Если вам не повезло, вы исповедите одну религию А ребенок ходит там совершенно в другую школу У вас получится когнитивная диссонанса и рушение мозга вашего ребенка Второй тебе аспект, что не только выбирать школу из-за знаний У меня один знакомый американец написал, они поменяли школу в этом году Потому что она более чистая Они поменяли даже из-за этого жилье Переехали, потому что школа более чистая И там комфортнее, он уверен, что там ребенок не заболеет Ну да, то есть не умеет знания Только из-за этого Я думала, там может быть школа какая-нибудь, другие учители А нет, она почище Да, ну и естественно Очень многие семьи с детьми вынуждены поселиться в районах Не потому, что там хороший парк рядом Из-за школы А именно из-за школы Это касается крупных городов Вы привязаны к такому принципу Там, где вы живете Вы можете выбрать какую-то из школ, которая относится к вашему месту проживания Потому что если километраж больше, чем мне надо То, увы, вам придется ребенка пожить самому в школу возить Ну и даже могут и не взять Могут и не взять Определенные школы имеют лимит У них есть только запланированное количество мест Для тех людей, которые живут в этом районе В этом дистракте И они совершенно не рады видеть людей из других дистрактов Потому что у них и так живающих людей Ну еще больше наслышлено Скажи, сколько мы уже не устраивали в школу Да Целый год Да, да, да И рейтинг школ То есть школы с хорошим рейтингом Они очень быстро заполняются И для того, чтобы попасть в эту школу с хорошим рейтингом Нужно тоже приложить определенные усилия У нас был тест в прошлом году у младшего ребенка В прошлом мае И мы ждали весь год, пока нас возьмут в эту школу Куда мы сейчас пошли Потому что не было мест Да Мы с болевой очереди стояли Что-то очень хорошего Есть хорошая школа с очень высоким рейтингом Вомыслим, но для этих целей В основном это касается школ средней Мидлскул и хайскул Это уже очень принципиально Если вы хотите, чтобы ваш ребенок Да, там нужно хороший район выбирать обязательно Получал хорошее образование Не хороший район, а специфический район Специфический район Который приписан к этой школе Если вы хотите, чтобы ребенок у вас получал реально хороший уровень образования Нужно именно придется переселяться именно в этот район Чтобы показать, что вы в этом районе живете Вы имеете право ходить в эту школу А вот что касается учебников, я сказал Что касается младших классов Я считаю, что тот человек Который хочет заняться этим бизнесом И сделать такой проект То есть, грубо говоря Вариант расширенного учебника Потому что я смотрел Русские учебники Они очень серьезные То есть, там Но их бы немножко бы Сделать бы чуть-чуть Разжижить Чуть-чуть Для того, чтобы ребенка было интересно Не формальным языком все это изучать В виде сказки В виде сказки, в виде игры То есть, тут надо переработка Потому что Ну, сколько мы не пытались Лизу Заниматься по русским учебникам Какие-нибудь Они хорошие не были Какие-нибудь не были замечательные Нет Она категорически не хочет По ним заниматься Ну, дали, давай Я пыталась давать игравочку Игравочка Это очень известная программа В Москве Я занималась все время детишками Она увидела эту игравочку Говорит Мам, мне скучно Да Потому что Я хочу заниматься по своим учебникам Очень формально все это сделано Очень сухо и формально И американскому ребенку Русский учебник просто скучен И неинтересен То есть Поэтому вот американцы берут Вот таким вот Большой формат Большой формат Яркий, красочный Учебник-игрушка Вот Учебник Больше игрушки, чем учебник Хотя Учебник Постоль-поскольку Вот Вот это мы хотели рассказать По поводу Учебников американских Но это опять же касается Учебников для младших школьников Мы пока не имеем практики С middle school и high school У нас только пока элементы Учебники High school ко мне в руки попадали Они стоят конечно безумных денег Интересно тоже они выглядят Но это Скажем так Будет поверхностный Обзор Потому что Пока у нас дети в эту школу не ходят А мне сложно сделать оценку Потому что Я школу давно закончил Оценить учебник Насколько он интересен ребенку Нужно понимать на ее Узновить личный опыт Как он сам реагирует Видеть его опыт Как реагирует Насколько он полезен То есть Я могу только оценить Учебник с точки зрения взрослого человека Который прожил большую часть жизни И Имеет достаточно большой Уровень кривозора И даже моя жена Может оценить со своей точки зрения Вот Но Насколько учебник интересен или нет Для high school Мы не можем оценить Нет Потому что мы не сталкивались На данный момент То что программа для элементов рисков Я считаю Что они молодцы У меня Лиза обожает Обожает американские учебники Особенно математику Грамматику Сошел Там все нарисовано понятно Ясно Интересно Можно рисовать Писать текст Ребенок с удовольствием Я даже не могу Просто сказать Лиза Отдохни Нет Я хочу заниматься Мне нравится Там же в конце Там через три странички Будет сказка Мама Она как-то пытается До сказки найти Чтобы эту сказку решить Хорошо Но что ты будешь делать Если она в этом году Третий класс Учебник просил Я не знаю Что ты дальше будешь делать Я не знаю Что ты будешь дальше делать Вопрос очень интересный Ну если сейчас Она Когда дел занималась На айпаде Я наблюдала Она делала быстрее всех Она говорит Амдан Я сделала Течка Говорила Жди Лиза Пусть другие ребята решат Она сидела ждала Выходила Мам А я все сделала И уходила Опять в комнату Ждала Пока ребята все задели Задание Значит будем думать дальше Сейчас уже Против учения Третьего класса Там у нас Унажение деления Она уже делает дроби Она уже может дроби Складывать Мы с ней прошли По этому учебнику А в нашем классе Даже это еще не проходили Второй класс Американский считается Да Там еще не проходили дроби Она уже дроби Она уже может Складывать Ну кстати интересно Наверняка смотрят Родители у которых Дети в России Что сейчас Проходите в школах Ваше мнение Интересно было бы Слушать по поводу Русских учебников Насколько детям Это интересно Потому что мы живем Давно в Америке Мы уже сталкивались Мы давно не сталкивались Просто интересно было бы Ну не знаю Вступить в дискуссию С теми У кого дети ходят В русские школы Просто сравнить Мы делим своим опытом То что мы видим И по учебникам И по У нас Идет Второй класс Идет начало алгебры Интересно называется Алгебра Это сравнение чисел Это Минус Плюс Складывание чисел Умножение В конце года Это второй класс В третий класс Начало класса Умножение И потом деление И они будут там дальше Уже Делать Складывать уже Более сложные дроби Насколько кстати Слышал Буквально Статья была День назад Или два дня назад Из-за этого вируса В России По-моему опять школьников Загоняются Да И не только школьников Но и фирмы закрываются Суды закрываются Мы говорим По поводу школьников У школьников Да Очень много классов Входят на карантин сейчас Вот Тут интересный вопрос Как будет происходить Обучение в России Это большая проблема Потому что у нас Айпады у всех У нас у всех По крайней мере у нас в городе В нашей школе Нашла возможность Всем детям Айпады выдать Вот Что у них сейчас Они по-моему занимаются Они занимаются У нас сейчас такая система Мы два дня дома И три дня занимаемся В школе А дома Когда мы дома Мы утром встречаемся С преподавателем на Айпаде Общаемся с ним полчаса Ну занятий нет у них сейчас Нет они свободны Два дня Вот я жалею Что мне не удалось Снять Как происходит Онлайн урок Дома На Айпаде Это очень интересно Это очень интересно Через что Они там через Zoom Они общались Да Другая программа У них У них другая программа Да Очень интересно Вот это вот Надо будет потом показать В следующем видео Если вам интересно Если вы Как бы Напишите свои комментарии Мы можем снять продолжение По поводу Онлайн обучения в США Как это проходило Во время карантина Потому что Я боюсь Что 30 минутами Мы не ограничимся Ребенок Даже сидел У Айпада С удовольствием Там идет текст Тича говорит Всякие сказки Показывает Рассказы Песенки поют Вставки То есть Все четко Ребенок От крана Просто не отлипалось Ты помнишь Даже маленькая Трэм было 5 лет Да То есть Это отдельная тема Видео Онлайн обучение в США И как все это Будет происходить Здесь все четко ясно Мне очень понравилось Как обучался мой ребенок Да Даже по маленькому Маленькому Айпаду Так что ждем ваши комментарии Нам интересно Будет почитать В основном Зина будет нам на это отвечать Ну потому что Я среди детьми Уже С самого начала По школам Ну а всем остальным Мы можем Сказать Спасибо Посмотрели наше видео Мы старались Мы старались Ждем ваши комментарии Вам ребят Не болеть Держитесь Держитесь Держимся Чтобы этот вирус Миновал вас Ваших близких Никто не заболел И все были в добром здании Главное берегите себя Да Берегите себя и любите Как говорите Здесь в Америке To be care Да Хорошего всем дня Пока До свидания Субтитры сделал DimaTorzok